На сегодняшний день внимание ученых всего мира приковано к проблеме крупнейшего в истории Земли перматриасового вымирания морских и наземных организмов. Дело в том, что современное глобальное потепление климата, по мнению большинства исследователей, во многом аналогично к климатическим изменениям, которые происходили около 250 миллионов лет назад. Сегодня существуют десятки гипотез, описывающих причины вымирания видов, но ни одна из них не является общепризнанной. Поставить точку в этом вопросе намерены ученые кафедры палеонтологии и стратеграфии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Новым научным проектом руководит член геологического и палеонтологического общества Америки, а также Американского геофизического союза Владимир Давыдов. Наш проект называется «Точная хронология биотических и абиотических событий на рубеже палеозойской и мазозойской эры». И этот проект является таким очень актуальным, потому что этот рубеж в истории Земли связан с глобальным вымиранием, самым крупным глобальным вымиранием в истории Земли. Как большинство палеогеологов, ученые КФУ считают, что виной всему сибирский траповый вулканизм, в результате которого произошло резкое увеличение углекислого газа, сульфидов и других сублиматов в атмосфере Земли и в водах океана, что в итоге привело к катастрофе. Участники грандиозного проекта намерены установить общие закономерности развития Сибири и всей биосферы планеты на рубеже палеозоя и мезозоя в континентальных и морских условиях. «Эти излияния сопровождались выделением большого количества фумарол и различных химических веществ, которые попадали в атмосферу, вызвали кислотность океана». Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ не остались в стороне от проекта. «Мы занимаемся в данном случае наполнением базы данных, где будут содержаться информации о ископаемых растениях». «Я на самом деле только в начале пути и начала в начале этого года, 2017-го. Буду продолжать, пока будет нужна моя помощь». Установив причинно-следственные связи вымирания с вулканическими, климатическими и другими событиями, происходившими четверть миллиарда лет назад, ученые и младые исследователи смогут ответить на вопрос, является ли начавшееся глобальное потепление современной Земли аналогом климатических изменений того далекого времени и предвестником грядущей катастрофы. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс.